Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка, я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, и всё такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эту серию я видел по телевизору, и я очень сильно испугался, ведь это видел ещё несколько миллионов человек. Думаю, ты тоже видел эту серию, и это было страшно, но если ты не видел, то ты реально счастливчик. После этого мне позвонила моя девушка и сказала, что у её младшей сестры начали странные приступы после просмотра этой серии. Я был в шоке, теперь я расскажу о ней тебе. Серия началась с того, что Лиза хотела подослать малыша, чтобы ты узнал, что ей будут дарить братья и сёстры, но малыш быстро спалился, и Роза забрала его к себе в комнату, и она начала придумывать план. Роза повешала скрытую камеру в комнатах, братья и сестёр. Она сидела в чёрной комнате и увидела, что Лиза дарит игрушечного медведя, дружок гантели, генокнижку про сказку колобка, а малыш рисунок. Но Роза не была рада этим подарком, они ей просто не были надо. И она собрала всех братьев и сестру и сказала, что они должны ей подарить, но они не знали, что делать и ушли. На следующий день, на день рождения Розы никто не пришёл. Мама ругалась вместе с отцом, но братья и Лиза пришли, они были недовольны и протянули ей подарок. И Роза его бегом открыла, но там был нож, и он со всей силы выпрыгнул в лицо Розы. Я думаю, ты теперь понимаешь, почему эта серия ужасная. Я не мог после увиденного спать, и теперь очень сильно боюсь своего дня рождения. И вдруг я так кому-то перейду дорогу. На этом всё, с тобой был Сергеонис, поставила к тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь моё воображение.